Добрый день! Сегодня приготовлю торт Спартак. Для его приготовления небольшой миски смешиваем яйца и соду. Тесто для торта будем готовить заварным способом. Для этого понадобится 2 кастрюли. Одна больше, вторая поменьше. Сахар и мёд помещаем на водяную баню. На медленном огне, помешивая, доводим смесь до кипения. Сахар к тому времени полностью растворится в мёде. Когда смесь начнёт медленно кипеть, вводим в кастрюлю смесь из яиц и соды, приготовленные в самом начале. Быстро помешивая, продолжаем нагревать смесь. Когда смесь увеличится в объёме, приобретёт вкусный карамельный цвет и станет похожа на пенку, снимаем смесь с огня. В полученную массу просеиваем какао и перемешиваем до однородного состояния. В полученную массу небольшими порциями вводим муку и замешиваем тесто. Готовому тесту придаём форму рулета и делим на несколько частей. Из полученных кусочков формируем шарики, накрываем плёнкой и отправляем в холодильник на 10 минут. Каждый шарик теста раскатываем как можно тоньше. Каждый шарик теста раскатываю на пергаменте, на котором буду выпекать. С помощью формы для торта с теста вырезаем круг. Медовый корж по всему периметру протыкаем вилкой. В разогретую духовку до 200 градусов отправляем раскатанный корж вместе с пергаментом. И выпекаем каждый корж до готовности, примерно 3-5 минут. В это время готовим следующий корж. Пергамент сразу нужно отделить от коржа, иначе спустя пару минут это сделать не получится. Готовим крем для торта. В сотейнике смешиваем цедру апельсина, сахар и апельсиновый сок. Оставляем на 30 минут. С помощью венчика смешиваем яйца и добавляем крахмал. На небольшом огне доводим сок до кипения. И тонкой струйкой вливаем яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Готовим корж несколько минут, пока он не загустеет. Горячий корж процеживаем через сито, чтобы удалить цедру апельсина. Добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем. Накрываем заварной крем-пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 10-12 часов. Собираем торт с помощью металлического кольца. На дно блюда распределяем немного крема и выкладываем корж. Тщательно промазываем коржи, максимально распределяя крем. Собранный торт отправляем в холодильник на 7 часов. Достаем торт из холодильника и немного распределяем крем. Для украшения торта готовим шоколадную глазурь. В небольшую кастрюльку всыпаем сахар, просеиваем какао. Перемешиваем все до однородности. Сахар и какао хорошо прогреваем. Вливаем молоко и размешиваем все до однородной массы. Доводим смесь до кипения, чтобы растворился сахар. В последнюю очередь добавляем сливочное масло. Глазурь охлаждаем. Оставляем шоколадную глазурь минимум на 40 минут для застывания. Покрываем шоколадной глазурью весь торт. Для этого выливаем глазурь на поверхность торта и ровняем шпателем. С помощью курда на торте рисуем узоры. Отправляем торт в холодильник на 2 часа. Через 2 часа глазурь застынет и торт можно подавать к столу. Торт Спартак нереально вкусный шоколадный медовик с апельсиновым курдом. Настолько нежный, что можно есть губами. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok